Николай Иванов, золотистый золотой. И сказал ей бородатый главарь, Тебе туда. И показал стволом автомата на горный склон. За ним ты найдёшь своего сына, Или то, что от него осталось, Если дойдёшь, конечно. И замерли от этого жеста боевики. Ведь они слышали о пленном русском солдате, Который отказался снять православный крестик. Зря отказался. Через голову не стали снимать. Делов-то. Отрубили голову мечом, И тот сам упал на траву. Маленький такой. Нательный крестик на шёлковой нитке, Мгновенно пропитавшейся кровью. Гордого из себя строил. А то бы жил. Подумаешь, без креста. Дурак. А бросили его как раз там, За склоном. Ты иди, мать, А то ночь скоро. В горах быстро темнеет. Жаль только, что не дойдёшь. Никто не доходил. Пошла. Господи, помоги. Дай мне силу дойти и отыскать. На коленях бы стояло, Да идти и надо. Помоги, Господи. Потом забери всё, что пожелаешь. Жизнь мою забери. Душу, разум. Но сейчас помоги. Сейчас. Сейчас взлетит. Живучая. Но здесь ещё никто не проходил. Ждали боевики, Не спуская глаз с русской женщины, Боясь пропустить момент, Когда закончатся её земные муки. Не заканчивались. То ли небеса, Оправдывая за страшную кару, Выбранную для её сына, Отводили гранатные растяжки. То ли ангелы Прилетели от него, От Женьки, И подстилали свои крыла. Один из боевиков Поднял снайперскую винтовку. Поймал в прицел сгорбленную спину. Прошла она, Проведёт других. Не взлетела, так упадёт. Но что-то дрогнуло в бородаче. Грубо отбило наружие в сторону И зашагал прочь, В ущелье. А ещё через два дня К боевому охранению Пехотного полка Вышла Зажатым в руке крестиком На шёлковой ните Седая старушка. И не понять было С первого взгляда Русская ли, Чеченка. Стой! Кто идёт? Спросил, соблюдая устав часовой. Мать. Здесь война, мать. Уходи. Мне некуда уходить. Сынок мой здесь Подняла руки Без ногтей И скрюченной от застывшей боли Показала ими В сторону далёкого горного склона. Там он В каменной яме, Которую вырвала Собственными руками Ногтями, оставленными там же. Сколько перед этим Пролежала без памяти Когда отыскала В волчьей яме Родную Рыжую головушку Из-за которой Дразнили её Женьку ласково Золотистый Золотой Не знает Сколько потом Ещё пролежала Рядом с найденным Обезглавленным телом Её мальчика Не ведает Тоже Но очнувшись Порадовалась Вдруг страшному Не дала Лежать Сыночку Разбросанному По разным углам Ущелья И выслушав Её тихий стон Тоже седой Ни разу За войну Не выспавшийся Подполковник Дал команду Выстроить Под палящим Солнцем Полк Весь До последнего Солдата И протяжно Хриплым Сорванным В боях Голосом Прокричал Над горами Над ущельем С остатками Банд Над минными Полями Крикнул Так словно Хотел Чтобы услышала Вся Чечня И вся Россия Полк На колено И первым Склонив Свою седую Голову Опустился Перед Маленькой Босой Со сбитыми В кровь Ногами Женщиной И вслед за Командиром Пал на Гранитную Пыльную Крошку Его Порядевший До батальона Потрепанный В боях Полк И продолжал Стоять На коленях Полк За ее Женьку Рядового Золотистого Война За Православный Крестик Тайно Надетый И Прилюдно Неснятый Великим Русским Солдатом В этой Страшной И Непонятной Войне